МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим еще пообщаться неформально, но я думаю, что количество участников потихонечку увеличится в течение нашей сессии, и мы сможем провести с вами полезную и интересную дискуссию. Она сегодня посвящена технологической независимости, которая раньше называлась импортозамещением, но сейчас с учетом содержания тех процессов, которые происходят внутри, конечно, более точно отражает суть этого явления. И мы рассмотрим прежде всего, конечно, вопросы, связанные с обеспечением технологической независимости в отношении тех средств и инструментов, которые позволяют обеспечивать информационную безопасность на предприятиях разного профиля. Круг вопросов, который мы предполагаем с нашими участниками обсудить, касается, как, собственно, качество того, прежде всего, программного обеспечения, которое позволяет заместить иностранные решения в этой части, в какой степени оно функционально, какие проблемы возникают при переходе, с какими сложностями сталкиваются как непосредственно разработчики, так и те, кто внедряет эти решения. Мы также коснемся вопросов, связанных с государственной поддержкой и регулированием этого процесса. Есть ли эффект от тех мер, которые реализуются сейчас, и, может быть, есть необходимость в дополнительных мерах поддержки. Специально организаторы попросили коснуться вопроса, связанного с обеспечением технологической независимости при замещении элементов АСУТП, которые реализуются на предприятиях. Какие здесь сложности возникают? Ну, вот это основной круг вопросов, и я думаю, что в ходе дискуссии мы затронем и более широкий, относящийся к этой тематике, круг вопросов. Мы также надеемся оставить время для вопросов из зала, для того, чтобы можно было поучаствовать в дискуссии, может быть, высказать свое мнение по этим вопросам. Давайте перейдем к обсуждению. И вот, собственно, первый вопрос. Да, фактически процесс перехода на отечественные решения уже идет, идет полным ходом. Внедряются решения, которые, конечно, многие из них были разработаны до, значительно до вот этих событий. и функционально многие из них были, может быть, даже совершение тех инструментов, которые предлагались на рынке западные. И, собственно, вот первый вопрос. Я предлагаю вот прямо в такой последовательности, как мы сидим, уважаемым коллегам, высказать свое мнение относительно того, насколько действительно есть на рынке и полнофункциональные решения, которые в состоянии заместить решения в области информационной безопасности, реализуемые в технологиях, в технологических решениях наших компаний. А разработчиков специально, может быть, остановиться на тех уже разработанных или, может быть, в планах находящихся решениях, которые сейчас готовятся на рынок и которые позволят закрыть те ниши, которые, может быть, сейчас еще существуют. Давайте приступим, пожалуйста. Прямо в такой последовательности. Пожалуйста, Михаил Юрьевич. Доброе утро. Спасибо большое. Я, наверное, даже чуть шире возьму рассуждение. Как представитель Гринатома госкорпорации Росатома, мы являемся ведущим интегратором отраслевым и смотрим всю поляну с точки зрения решений, корпоративных решений в госкорпорации Росатома предприятий. Я условно бы поделил построение технологической независимости у нас до 2020 года. Как ни странно, мы чуть-чуть раньше начали и после 2020 года. До 2020 года вся технологическая архитектура и платформа Росатомовская строилась на платформах. У нас были платформы, здесь был САП, здесь 1С, в системе проектирования, конечно, первую роль играли автодеск с интерграфом, в управлении производством, опять же, гидра была, опять называю все условные системы, но это были все платформенные решения, которые имели уже встроенные инструменты безопасности и интеграции, и много-много всего. С 2020 года у нас принята программа технологической независимости, и мы идем и даже чуть-чуть с опережением, с замещением всех западных, большинства западных информационных систем и продуктов. Ну, с чем мы столкнулись в первую очередь? Если раньше было несколько платформ, то сейчас наша архитектура, она стала, знаете, такой гетеролоскутной. Очень много лоскутов разных решений. Наверное, три основных направления, которые здесь можно выделить, это действительно переход на российские решения, причем не всегда можно найти. До сих пор у нас все ключевые системы переведены, это и документооборот, и ERP средняя. Но самый ключевый, как бы, тупик, где мы столкнулись, это ERP тяжелого класса. На текущий момент совместно с РЖД, с Газпром, нефтью, мы обсуждаем и решаем переход на ERP тяжелого класса. Пишем требования технологические, но на текущий момент все равно еще остаемся и поддерживаем западные и западные решения. Планируем к 2025 году окончательно отказаться от решений САПа у нас везде, он стоит на крупных предприятиях, и будем выбирать то решение совместно с нашими коллегами. Отсюда вот это вот гетерое, как бы, многообразие очень сильно сказывается на информационной безопасности. Вот такой вопрос был, какую роль у нас информационная безопасность сыграло до 2020 и после 2020 года. Если до 2020 года фактически наше подразделение по инфобезу охраняли периметр и искали внутренние нарушителей, то сейчас, наверное, три ключевых направления, в которых они работают. Первое. У нас появилось очень много собственной разработки. Это значит, что нужно уже в процессе разработки вкладывать все элементы, инструменты информационной безопасности. Второе направление. Мы поняли, что российское программное обеспечение, я сейчас пока не беру про программно-аппаратный комплекс, а скорее про информационные системы, не равно безопасности. И в данном случае мы сейчас начали создавать полигоны по тестированию российских решений внутренние, внутри Росатома, особенно те решения, которые будут либо связаны с объектами критической информационной инфраструктуры, либо будут каким-то образом интегрированы с ними. И здесь целое направление выделено отдельное подразделение, которое занимается именно опробированием и тестированием российских программного обеспечения информационных систем. Ну и третье. Это начали разработку платформы безопасной разработки и кодирования наших внутренних информационных систем. Вот, наверное, в двух словах, с чем мы столкнулись. Процесс идет, но есть, конечно. Вот из того, что вы сказали, может быть, уточняю еще вопрос. Вот ERP тяжелого класса, с кем идет разработка? То есть, чья разработка, возможно, в ближайшее время? Слушайте, ну, если посмотреть у нас на рынок, у нас не так много бендеров, кто вообще предлагает ERP. Одна из платформ, которая рассматривается, конечно, 1С. Но это достаточно долгий будет процесс именно с точки зрения вывода 1С на уровень тяжелого ERP. Либо всегда рассматривается альтернатива собственной разработки. Здесь мы скорее уже подходим, знаете, как время-деньги, что получится быстрее с точки зрения реализации той функциональности, которую требуют наши предприятия. Вот, наверное, из двух таких альтернатив мы рассматриваем. Спасибо. Виталий Романович, пожалуйста. Раз, раз. Добрый день, коллеги. На самом деле я представляю большое предприятие российской электроники. И вот с Михаилом, наверное, соглашусь, то, что действительно мы находимся в таких, в постоянном тестировании, в постоянном переборе, в постоянном сравнении. То есть иностранные решения, которые до этого у нас стояли, допустим, в том же инфобезе, там, поинты там основные, да, то есть там. И фактически ты начинаешь искать на российском рынке аналоги, и не всегда их можно найти. И то, что представлено, они, к сожалению, какие-то функции не сделаны, какие-то функции еще в работе. И даже вот вендор не всегда может даже дорожную карту дать, что вот эти функции могут появиться там, хорошо, там, в 24-м году. Но мы понимаем, что в 24-м году мы эту опцию закроем, а до 24-го года какие-то, ну, какой-то лоскуток сделаем, который прикроет нас на этот период. Но я, как предприятие промышленности, мы являемся и разработчиками изделий, продукции, да, то есть и производителем. И фактически у нас намного, ну, не знаю, как в Русатоме, да, наверное, тоже у вас есть проблемы. И САПРы, да, то есть это, САПРы, это вообще отдельная, да, и БИМовские, и САПРовские истории, это вообще отдельная вещь, когда разработчики САПРов, они даже не учитывают там отечественные тренды, которые идут в операционных системах, в СУБД, делают там на микрософтских решениях, то есть в операционных системах. И фактически получается ты, у тебя получается и Linux стоит, и Windows стоит, и все как бы, все вот в перемешку получается. И в этих условиях, конечно, информационной безопасности приходится, кибербезопасность трудится намного сложнее, как бы, потому что ты тратишь в два раза, в три раза больше усилий, чтобы все это дело закрыть. Вот, хотя некоторые решения даже по информационной безопасности еще до сих пор работают на Windows. Да, вот здесь сообщество в основном представлено информационная, да, как безопасность. Ну вот, коллеги, как бы, вы хотя бы учитываете российские тренды на операционных системах, СУБД, чтобы клиента-то можно спокойно было переводить. А то получается, что серверы работают, а клиент не работает. Вот. Но сложно. Сейчас у нас такой период, понятно, что у нас там срок государства поставило, там все объектики перевести к 25-му году. Про аппаратные средства можно вообще не поднимать вопрос, да, как бы сейчас. Но будет сложно. Будет сложно. И фактически, как-то, вот эти два года там мы будем жить в режиме такого постоянного тестирования, тестирования, тестирования. И разработки, да. И фактически, вот, на самом деле, Михаила тоже поддержу, потому что мы тоже внутри себя запускаем процессы разработки и вывода продуктов вовне. Потому что, ну, да, где-то конкурируем с разработчиками, которые профессионально на этом зарабатывают, да, условно. И вроде как несвойственная для нас деятельность, но мы начинаем этим заниматься, потому что, действительно, кто быстрее прибежит. Вот. Хорошая инициатива сейчас со стороны правительства идет. Это вот создание вот этих индустриальных центров компетенции, где идет хотя бы систематизация софта российского под разные отрасли, под разные направления, да. И здесь, наверное, это вот хорошая инициатива от руководителя правительства, да. То есть, вот, наверное, она нас приведет к какой-то победе. Да, спасибо большое. Передавая микрофон, значит, для выступления Ильману Рафиковичу, может быть, небольшой акцент как разработчик. Вот вы, как, так скажем, анализируя рынок, видя, вот, коллеги говорят, что там, конечно, много еще достаточно ниш для отечественной разработки. Что в качестве приоритета видите, может быть, и на чем сосредоточиться в ближайшее время? Это вот такой дополнительный для вас, да? Спасибо, Ростов. Я буду открытый и провокационен, наверное, скажу, что нам с вами всем повезло, мы в инфобезе, и, на мой взгляд, инфобез наиболее оказался готов к импортозамещению и к импортонезависимости. И вопрос, почему, да, я там сейчас подсвечу, наверное, вы все согласитесь. Это все-таки довольно зарегулированная индустрия. У нас есть регуляторы по ряду отраслей и непосредственно сами регуляторы инфобеза. У нас очень много нормативки, в которой так или иначе вопрос стоит сертификации или оценки соответствия. Клиенты компании, которые здесь сидят, не дадут, собственно, соврать. Между этими двумя пунктами чаще всего инфобез выбирает просто сертификацию, не лезть ни в какую самостоятельную оценку, соответствие. И как в недавнем прошлом сам представитель компании западного вендора, я скажу, что пройти процедуру сертификации и убедить руководство западного вендора в том, что надо куда-то что-то предоставить, какие-то сделать, собственно, тесты, испытания и так далее, процесс практически невыполним. Поэтому много лет уже идет активный тренд того, что если нужно что-то под нормативку использовать, то используется отечественный софт. Даже если нет прямого указания использовать что-то из реестра российского программного испечения. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что уже почти 5-7-8 лет компании-разработчики имеют очень хорошую инсталляционную базу продуктов, имеют те самые запросы от клиентов, от пользователей, которые дают фич-реквесты, требования к доработке, требования к представлению дорожных карт. И так далее, и тому подобное. И это все является очень хорошим фундаментом для любого разработчика. Нормально выстроить и roadmap продукта, и стратегию продукта, и продумать фичи, и в целом реализовывать эти фичи. То есть мы в инфобезе, по большому счету, вышли на рельсы нормального технологического развития продукта. Ну, по сути, с 2015 года, как только появилась полемика импортозамещения, для нас это стало уже нормой жизни. В других отраслях, к сожалению, по большому счету, как вы отметили, только всего лишь пару лет реально идут запросы к российским разработчикам. Они немножечко в шоке, они немножечко не представляют вообще масштабов происходящего. Для них клиент с инсталляционной базой там в тысячу хостов это какой-то уже large enterprise, на котором они не тестировались, не знают, как с ним работать. И вообще там с точки зрения архитектуры не было никогда таких запросов. Поэтому нам, в принципе, повезло. И отвечая уже на вопрос про то, а куда движемся и чего не хватает, по многим классам решений, я бы так сказал, мы уже наводим лоск, мы уже полируем отдельные фичи и в целом достигли того функционала, который есть не то, что даже у зарубежных игроков, у лидеров Гартнера, я бы так сказал. Он уже, собственно, догнали и где-то даже перегнали, потому что по нашей ветке мы уже думаем, а что такого интересного из машин лернинга, из искусственного интеллекта добавить в продукты, чтобы, в принципе, мозги наших экспертов не застаивались и давали рынку вообще качественно новый продукт. Конечно же, есть сейчас незакрытые ниши, незакрытые области. Они свежие, новые для IT-индустрии. Это новомодная тема DFC-копса, это безопасность контейнеризации, это те сегменты, в которых исторически были сильные железячные вендора, фаерволщики, НГФВшники, в которых нам еще только предстоит выпустить по масштабу производительности, функциональности аналоги и убедить наших клиентов реально перейти, например, с крупных западных игроков, которые пока еще используются, пока еще по параллельному импорту как-то сопровождаются и обновляются на реально отечественное решение. Но тренды понятны. Спасибо. Да, спасибо. Да, очень хороший обзор вы дали. Я думаю, что в дальнейшей дискуссии, может быть, более детально на отдельных направлениях и вы, и коллеги, остановятся. Владимир Николаевич, как ваше видение относительно этого процесса в части информационной безопасности и, может быть, и в целом отечественной? Коллеги, доброе утро. Я рад, что так много добралось в 10 утра на нашу сессию. Вопрос импорта независимости, он, конечно, очень сложный. Когда, там, вот, если отвечать на вопрос, как у нас все идет, идет хорошо. У нас есть контрольные сроки, есть несколько указов президента и вообще сквозь всю регуляторику видно, там, одна единая дата, 1 января 2025 года, и в целом мы в нее верим, ну, то есть мы, там, достаточно положительно на это все смотрим. Но при этом мы понимаем, что этот процесс очень сложный, очень непростой. Есть огромное количество проблем. Мы от них, ну, не прячемся и всегда выслушиваем, пытаемся с этим что-то делать. Большое количество проектов по стимулированию, различные льготы, субсидии, гранты, ну, и так далее и тому подобное. Да, там сотни проектов, сейчас вот вспоминали, что есть ИЦК, в рамках них записано, ну, там, сотни проектов и тоже, там, огромное количество субсидий. Там есть и проекты по информационной безопасности, но все, даже вне отрасли информационной безопасности, замечают, что в целом в информационной безопасности все, конечно, очень неплохо. При этом, как мы видим проблему на сегодняшний момент, есть сложные направления, там, ну, сейчас заметили, там, да, все копс, значит, или фаерволы, межсетевые экраны следующего поколения. При этом у нас очень мощный был рынок всегда по межсетевым экранам. У нас большое количество российских вендоров, которые делали межсетевые экраны, ну, особенно вместе с криптографией, но, соответственно, там была ниша специализированных решений, вот, практически, там, коммутаторов ядра, скажем так, вот, с очень большой производительностью, с очень большим набором различных функциональных возможностей. И сейчас, соответственно, государство через различные нормативные акты, и, я думаю, и отрасль-то в целом после 24-го числа побежала замещать и вот все оставшиеся сегменты. Что мы видим, какую проблему на текущий момент, помимо того, чего мы занимаемся, не хватает еще, конечно, такой роли арбитра, потому что где-то, наверное, каждую неделю к нам приходят либо производители, либо, наоборот, те, кто должны покупать решения производителей, то есть заказчики. И диалоги диаметрально противоположные. Мы даже устраивали большую встречу, кажется, там, представителей на 80 в Минцифре, где собрали производителей межсетевых экранов и несколько заказчиков, которые должны покупать эти решения. И сначала рассказывают производители относить к тому, что у них все очень хорошо, прекрасные решения, все функциональные возможности уже давно реализованы. Через год мы сможем защищать в том числе инфраструктуру на Луне, на Марсе, ну, все есть. А потом выступают заказчики, у них тоже есть презентация, и они там рассказывают, насколько все ужасно плохо, ничего не готово, не выполняет ни там минимальные требования по надежности, по, соответственно, технологическим возможностям и так далее. И мы видим, что здесь, конечно, важную роль в открытом диалоге между всеми, чтобы мы не уходили, одни будут уходить постоянно в рекламу, в то, что у нас все хорошо, и вот наша презентация, а заказчики очень часто просто закрывают глаза и говорят, ну, ничего нету, мы просто 1 января, скажем, что 25-го года, скажем, вот не смогли. И наш призыв очень простой. Производители должны прислушиваться к мнению заказчика. И, конечно, ну, прям это вот самое важное, оно должно заработать и принести пользу, конечную пользу. Здесь тоже очень важно, у нас сегодня много кто начинает производить там замещение с целью замещения. Ну, конечная цель-то не в этом. Конечная цель повысить уровень информационной безопасности, да, то есть там закрыть определенные угрозы. И это прям очень важно. Но для заказчиков нужно, ну, понимать, что скорее всего в любом случае вам придется сильно перестраивать свои внутренние процессы. Ну, не сделают производители, даже если они обещают, что они сейчас сделают точно такое же решение. Вот у вас было западное решение, XXX какое-то, а сейчас мы сделаем XXX2 российское, будет один в один. Вам одну коробку убрать, другую поставить. Нет, так не будет. Мы это видим наглядно. Особенно в сложных решениях придется иметь, ну, дело с таким большим инфраструктурным перестроением. Придется по-другому перестраивать и решать те задачи, которые решались раньше. Может быть где-то даже сложнее. Это такое прям тяжелое испытание, но кажется по-другому мы эту задачу не решим. Да, то есть если западные игроки строили это решение в течение десятилетий и инвестиций в миллиарды, то конечно у российского рынка нет таких возможностей и на сегодняшний день. Но при этом кажется, что в целом есть возможность, что все получится. Но здесь надо вот пойти навстречу. И если вы не можете договориться или если один вендор вдруг занимает контрольную, соответственно, роль, становится монополистом, начинает закручивать гайки, увеличивать прайсы в несколько раз и так далее и тому подобное, то уже это надо публичить, надо жаловаться, надо всех призывать к ответу, потому что мы все живем в одной отрасли. Все должны друг другу помогать. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну я думаю, что вот того, о чем вы сейчас говорите, о том, как переходить собственно на отечественное ПО, вот как собственно процесс сам организован. Мы чуть детальнее в следующем, при обсуждении следующего вопроса коснемся, попросим наших коллег поделиться этим опытом. Ну а дальше я хотел бы предоставить слово Вадиму Николаевичу, феоктисту, как в такой классической индустрии, как металлургия происходит этот процесс и какие, может быть, вы тоже видите для себя там ниши, в смысле лакуны даже, я бы сказал, где вам не удается заместить, где испытываете сложности. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну я представляю крупный металлургический холдинг, группу компании по ММК. Ну что могу сказать, да, если там идти сверху вниз и начинать с уровня, например, ERP, вот коллеги про это говорили, у нас работает Oracle e-бизнес-свит ERP с 2005 года, 15 компаний, группы, также в ней работают, более 10 тысяч пользователей, то есть это такая крупная инсталляция, инстанция, в которой, собственно, все бизнес-процессы и автоматизированы. И когда мы задумались о том, а куда же двигаться дальше, то вот также коллеги говорили про индустриальные центры компетенции. Мы вот по ММК входим в ВЦК металлургия, туда практически входят все металлурги, и вот где-то там с лета прошлого года идут активные дискуссии же, да, в том числе и по ERP-системам. Но ERP-ВЦК выделены в отдельный центр, который там, по-моему, то ли системное ПО называется, то ли прикладное, но не суть. Суть в том, что такие же крупные, как мы коллеги Северсталь, например, или Липецкий металлургический комбинат, они на САПе, правда, находятся, но смысл один и тот же. То есть мы в данный момент не видим возможности полноценного перехода на какое-то отечественное ERP-решение. И мы для себя, ну, либо оно будет очень дорогое и длинное, либо там будут одни кастомизации. Мы и с 1С, и с компанией много раз встречались, разговаривали. Мы на самом деле сейчас находимся в стадии стабилизации. То есть нам нужно сейчас обеспечить стабильную работу нашей ERP-системы вот на протяжении нескольких лет. Мы для себя выстроили дорожную карту, будем смотреть стратегически, конечно, мы смотрим, наверное, в 1С стратегически. Вопрос, когда это произойдет. Вот. Говорят про там 25-й год, про 26-й год. Вопрос, насколько это там будет соответствовать нашим реалиям. Вот. Вот здесь мы видим некую проблему для нас, некую задачу. Поэтому вот в тех дорожных картах по ключевым бизнес-системам, которые мы для себя подготовили, мы, значит, рисуем плавный, обозначаем плавный переход, постепенный переход через стабилизацию, там, предположим, к внедрению или перевнедрению. То, что касается систем производственного учета, у нас их более 30, по сути, то здесь мы для себя не видим особых проблем. Вот, кстати, также в рамках ИЦК ключевые импортозамещающие проекты по металлургам – это все-таки МЕС-системы, это системы производственного планирования. Были заявлены там как проекты по водоимпортозамещениям. Мы в этом смысле живем, мне кажется, более спокойно, да, потому что МЕС изначально, МЕС и плюс система оперативно-календарного планирования, которая, кстати, в прошлом году получила премию правительства России. Это разработки наши и наших субподрядчиков, они, собственно, на отечественных решениях работают. Значит, там мы видим только задачи, которые полностью от нас зависят, это уход от СУБД Oracle и переход на, соответственно, в данном случае Postgres мы смотрим. Есть такая готовность, единственное, что это обеспечение отказоустойчивости. У нас системы все 24 на 7 работают, круглосуточное производство, остановиться, но фактически невозможно. Вот, поэтому вот здесь пристальное внимание это к архитектуре решения перехода, предположим, на Postgres Pro. И здесь вот мы активно с ними работаем, коллеги нам там обещают полноценное подготовить решение. Конечно же, следует отметить, что, безусловно, те решения западные, предположим, в частности, Oracle, в которые вложены многие там тысячи человеко-часов трудозатрат, вот они, вот с точки зрения отказоустойчивости, конечно, работают сейчас правильно и хорошо. У нас есть куда смотреть и куда, собственно говоря, двигаться. Буквально еще два слова, если говорить там про уровень там рабочих мест, про уровень там серверов, то мы сейчас также, вот как коллеги отмечали, развернули полигон и планируем постепенный перевод на Астролинукс рабочих мест, то есть мы в этом году выделили для себя пилотную зону, зону в количестве 400 рабочих мест и планомерно посмотрим, как этот процесс пойдет, планомерно будем туда двигаться. Там, конечно, как бы понятно, что делать, но есть проблемы с прикладным ПО, да, которым нужно обеспечить, чтобы оно там функционировало. С точки зрения Инфобеза тоже высокая готовность отечественных решений, ну, в частности, приведу пример, мы ушли с циска аэронпорта, да, с решения, которое остановило свою работу, вот буквально там, по-моему, летом прошлого года, на решение лаборатории Касперского. Спасибо. Спасибо большое. Вадим Николаевич, тоже очень интересная информация, я думаю, что для многих будет полезно. И в завершении, собственно, как обеспечивает этот переход такая цифровая технологическая компания, как Киви. Алексей Анатольевич, как ваше видение? Ну, у нас все и попроще, и посложнее одновременно. Я поддержу моих коллег, вот, наверное, всех, кто там высказывался и говорил. Хочу добавить там несколько вещей. То есть мы, с одной стороны, высокотехнологичная компания, у нас есть определенные потребности и требования бизнеса по не просто круглосуточной, там, отказоустойчивой работе, но и высокопроизводительной. То есть мы очень чувствительны там к задержкам сети, задержкам по ответам. То есть мы обрабатываем большое количество платежей. То есть первая история, да, мы не можем остановиться вообще. То есть у нас там очень короткие технологические окна и, ну, то есть даже просто поменять с УБД, да, там, допустим, с того же Oracle на Postgre, это там десятки тысяч, наверное, часов и разработки, и эксплуатации, и при этом это надо делать параллельно. Это нужно переносить и данные, это нужно переносить все, вот, все, что было реализовано, все продуктовые там фичи. И более того, еще подсвечу еще одну проблему, что в какой-то, ну, определенный момент времени может существовать две системы параллельно. Их нужно параллельно обслуживать, параллельно обучать людей. И, ну, как бы тут ресурсы тоже, к сожалению, не безграничны. С точки зрения готовности средств защиты, да, российских производителей, у меня тут тоже есть и там, и удачные примеры и не очень удачные, к сожалению, примеры, то есть которые мы до сих пор там, к сожалению, не найти вариантов не можем. Некоторые вещи мы уже там начали писать сами, вот, к счастью, мы начали тоже писать их чуть-чуть заранее, то есть не в прошлом году, а еще чуть-чуть пораньше. Вот это, допустим, там, система противодействия мошенничеству нам приходится писать самим, потому что даже часть, часть вещей, которая нам нужна, к сожалению, даже западные вендоры не всегда могут реализовать. Есть еще там действительно большая проблема, ее, к сожалению, немножко подняли, да, это проблема с программно-аппаратными комплексами, потому что так как у нас ядро сети очень чувствительное к скорости, к задержкам, ну, как бы российских решений нет, ну, мы уже обошли всех раза по три, вот, нам даже уже никто ничего не обещает, к сожалению. Поэтому тут пока тоже не очень понятно, на какие решения мы можем поменяться. С точки зрения даже тех решений, которые у нас опробированы, вот у нас есть Эльман, позитив, привет. Даже с точки зрения перехода со зарубежных решений на российские, там тоже есть ряд подводных камней, то есть, допустим, если переходить там с Сиемов, с одного Сиема на другой Сием, это куча, еще там сотни, опять же, тысячи часов просто на разработку тех же самых правил, подключение источников и, ну, просто переинтеграцию. При этом мы, опять же, не можем остановить процесс, то есть, это параллельная интеграция, параллельная дополнительная нагрузка на людей, к сожалению, вот так и есть. Вот, и, к сожалению, там количество экспертов одновременно держать и тех, и тех тоже достаточно проблематично. Вот, наверное, вот так. Да, понятно, спасибо. Ну вот, уважаемые коллеги, вы увидели более или менее палитру того, как видят участники нашей панели ситуацию с переходом. Второй аспект, который я хотел бы вот попросить наших коллег сегодня остановиться, на котором остановиться, это вот, собственно, сам процесс перехода, как он организован в компании, какие, может быть, особенности с учетом того, какие задачи стоят в этой части. Ну, частично вы уже этого коснулись. Вот, где-то приходится в связи с тем, что нет на рынке соответствующих предложений, предусматривать собственные разработки. Значит, возможно, импортозамещение происходит таким образом, что одно импортное меняется, заменяется на другое импортное. И, может быть, еще какие-то особенности. Ну, скорее всего, у всех сейчас есть эти дорожные карты, которые предусматривают переход к этой заветной дате 1 января 2025 года. Тоже важно понять, все-таки дата реальная, на ваш взгляд, или останутся какие-то, ну, еще задачи после этой даты. И, может быть, в этой связи обращение к регулятору, если таковые есть. Сначала я хочу попросить наших коллег из индустрии поделиться, а потом уже Владимир Николаевич подведет какой-то итог. Михаил Юрьевич, пожалуйста. Да, ну, здесь достаточно много. Вы обширно охватили перечень вопросов, круг вопросов. Ну, как вы упомянули, действительно, у нас есть план программы импортозамещения, которая была утверждена в 2020 году. Ее курируют заместители генерального директора по экономике и финансам. Мы по ней движемся. У нас создан центр, ЦТР, так называемый центр, который фактически, он отслеживает и фактическое исполнение всех тех планов, которые утвердили на уровне госкорпорации. Плюс, помимо этого, является единым окном вообще по запросам, потому как единое окно, сервисное окно, которое собирает вообще потребности с различных предприятий внутри отрасли с точки зрения, и копит этот опыт именно с точки зрения платформенных и информационных решений. Второе направление, которое очень сильно начало развиваться у нас в 2022 году, это все, что связано с объектами критической информационной инфраструктуры. У нас формируется отдельный центр экспертизы в госкорпорации Росатом. Но помимо этого центра, двум предприятиям, это Гренатому и Росу, Росу это наши интеграторы, связанные с СУТП, поручено одной из межведомственных комиссий создать полигоны по тестированию как программного обеспечения. Именно Гренатом занимается программным обеспечением, а Росу занимается тестированием решений в области СУТП. Полигон создан, основная часть, конечно, до этого мы занимались больше категорированием, сейчас опробированием и тестированием программного обеспечения, все, которое будет связано с объектами КИИ. Смотрим на следующие вещи ключевые, особенно когда говорим о российском программном обеспечении. Вообще нужно подтвердить ту заявленную функциональность, которую как бы вендор подтверждает, ее обязательно нужно подтвердить. Следующее, на что мы обращаем внимание внутри команды, которая выделена, мы смотрим мертвый код. Каждый мертвый код может вызывать вопросы. Мы смотрим на те библиотеки, которые используются при разработке нашими российскими вендорами программного обеспечения и информационных систем. Если видим, что библиотеки используются из недружественных стран, то здесь опять же возникают вопросы и начинаем работать с этим вендором. Мы смотрим на распределение полномочий внутри системы. И таким образом полигон сейчас уже набирает силу и фактически за 2023 год должно охватить все наши предприятия с точки зрения перевода и перехода их на отечественное программное обеспечение, при этом соблюдая все требования связанные и с объектами критической информационной инфраструктуры. Вот, наверное, два аспекта, на которых бы я сейчас остановился. Есть отдельный пласт АСУТП, я знаю, что… но по АСУТП боюсь, здесь моего коллегу из РАСУ больше-больше ответят, так как мы стоим рядом и я больше фокусируюсь на программном и информационных системах и программном обеспечении. Но АСУТП – это отдельное, конечно, направление. Спасибо большое. Виталий Романович, как у Вас это организовано? Так как мы входим в госкоорпорацию Ростех, параллельную корпорацию как Росатом, у нас в корпорации тоже организованы некие различные центры компетенции, центры тестирования на базе различных предприятий. Но корпорация – это же большой организм, и локально на каждом предприятии, в том числе у нас, мы организовываем свою некую рабочую группу и действительно разворачиваем пилотный район, тестируем функциональность, начиная с иностранных софт и понеслась по каждым функциям, в том что мы даже пакет офисных программ тестировали, что есть, чего нет, как. Потому что если переводить тот же офисный пакет, коллеги используют очень большое количество макросов. И здесь, чтобы перевести, это тоже тысячи этих человеко-часов надо потратить, чтобы это все перекодировать. Поэтому ситуация такая, что то, что протестировали, мы стараемся выводить сразу в эксплуатацию. То есть сразу отдаем пользователю, чтобы получать на первых этапах сразу обратную связь и уже смотреть, что с этим делать и как корректироваться. Потому что пока есть возможность обратно вернуться, ну там на тот же, не знаю, Windows, там еще что-то, сразу можно как бы это… и проверяем сразу средства информационной безопасности. Тут коллега сказал, что отрасль готова, но не все программные средства готовы. То есть как бы, наверное, позитив, он как бы позитивненько, а вот все остальные еще немножко опаздывают. Вот. Поэтому, но, да, то есть хотелось бы отметить, да, то есть вот все, кто здесь находится, как бы, да, на дискуссии, получается для вендоров сейчас очень хорошая получается как это… группа тестирования. Коллеги из вендора, наверное, вам надо очень активно с нами, с заказчиками работать, тогда получится, что, наверное, у вас будут очень хорошие продукты, наверное, действительно конкурировать с мировыми историями. потому что как-то наши требования, которые достаточно как бы у каждого свои, да, но если вы их скомпилируете, то это будут действительно такие хорошие продукты. Ну, главное, чтобы не монстры появились, да, потому что монстры тоже могут появиться. Все-таки еще уточняющий вопрос. 1 января 2015 года, что будет достигнуть? Я думаю, что с программным обеспечением плюс-минус там процентов на 80, наверное, мы будем как-то замещены. Ну, как регулятор говорит, 100% перейти, да, но вот моя, наверное, оценка такая, что, наверное, процентов на 80 мы будем готовы, потому что все равно есть некие области, которые нам пока не, наверное, даже мы не можем их достигнуть. Почему? Потому что, не знаю, программное обеспечение в ЧПУ-стойке, ну, как бы, коллеги, хочешь ты его просто физически поменять невозможно, да, то есть там не все производители, не говоря уже более сложное оборудование, которое там помимо всей этой истории. А вот по, как это, аппаратной составляющей, я думаю, что процентов, наверное, на 40 только, потому что все равно есть зависимость, да, там, и хотя есть требование, что центральный процессор должен быть российский, но мы все прекрасно знаем, где и как с центральным процессором у нас происходит. Вот, ну, поэтому, наверное, вот такая моя оценка. Спасибо. Вадим Николаевич, как вы видите эту ситуацию? Как она у вас организована и что можно будет достичь к первому января? Да, понятно. Коллеги, ну, у нас, как вот я тоже слышу, как у многих компаний есть дорожные карты, мы определили для себя ключевые бизнес-системы, которые для нас жизненно важны и которые мы должны обеспечить их функционирование, стабильную работу, ну, и далее переход на другие решения, если, соответственно, они, те решения, которые используются сейчас, они для нас являются уже тупиковыми или закрытыми, в частности, то, о чем я говорил, это наша ключевая ERP-система, здесь мы находимся в состоянии сейчас стабилизации и подготовки к миграции, это займет сейчас этот процесс. Мы для себя определили, что это 3-4 года, ну, то есть, если отвечать вот на ваш вопрос, то с точки зрения ERP к 2025 году, ну, вряд ли что-то у нас будет кардинально поменено. С точки зрения ИЦК, наверное, должны, там тоже сроки, я сказал, определены, должны появиться какие-то отечественные тяжелые ERP-решения, я повторяю слово тяжелые, это ключевое в данном вопросе, чтобы они могли подойти к таким крупным промышленным предприятиям. Ну, по системам производственного учета, по МЕСам, да, я тоже говорил, у нас это определено, мы понимаем, что делать, да, значит, единственное, у нас, ну, есть центр компетенции, который этим занимается, есть, соответственно, команды разработчиков, единственный момент, мы должны для себя быть уверены, что постгри нам обеспечит такую же стабильную безотказную работу, вот, ну, именно уже в качестве как СУБД. Вот, значит, дальше по офисному ПО мы для себя выбор сделали, мы здесь не видим особых проблем, также вам планово будем переходить на решение «Мой офис». Вот, соответственно, у нас с точки зрения операционной системы, я тоже уже сказал, там у нас развернут полигон, есть центр компетенции, мы будем также там планово в течение нескольких лет обеспечивать этот переход. Да, есть проблемы с железом, да, это, наверное, проблемы у всех, у всех металлокомпаний промышленных, да и не только, наверное, с точки зрения высокопроизводительных СХД, высокопроизводительных кластерных систем, в частности, вот, наша ERP сейчас работает на оборудовании компании Oracle, Oracle Hardware, это Spark технология, то есть с нее уходить тоже достаточно, там, непросто, проблематично, ну, то есть это менять платформу, по сути, то есть мы здесь также находимся сейчас в обсуждении, то ли промежуточно переходить на Intel, а потом уже дальше, значит, на отечественную ERP, то ли обеспечивать стабильную работу железа, вопрос как, да, только потому что это вопросы техподдержки, либо, соответственно, ждать, да, то есть находиться на текущем железе, ну и далее просто осуществлять миграцию. Ну вот, вот такие вот у нас моменты. Спасибо, спасибо, Вадим Николаевич. Ну и, Алексей Анатольевич, есть ли у вас какие-то особенности в организации этого процесса и, может быть, какие-то ноу-хау? Ну, наверное, сложно сейчас там что-то придумать с точки зрения ноу-хау, но у нас немножко другой процесс, это правда. У нас есть разработанная IT-стратегия по переходу части систем, там, критичных систем на российское ПО, да, то есть, ну, по большей части это касается в основном баз данных, там, в меньшей степени это касается каких-то вспомогательных IT-систем, то есть, ну, на которых у нас работают ребята из IT-эксплуатации и разработки. Мы пошли путем не просто тестирования и создания какого-то там виртуального полигона, то есть, а мы просто пишем новые сервисы уже с использованием российских продуктов, вот, собираем максимальное количество шишек, да, на конкретный момент времени, там, вместе с коллегами, там, стараемся, разработчиками стараемся поправить самые, там, сложные места или хотя бы понять, когда это будет исправлено и стараемся вписать это в стратегию. Это, там, первая часть. Вторая часть это то, что, вот, как бы я хотел еще задать вопрос регулятору, присутствующему здесь в том числе, пока не очень понятно, как регулятор относится к опенсорсному ПО, который не входит в реестр российского ПО, и вот, ну, насколько я видел, оно как-то не очень подсвечено, ну, то есть, с точки зрения регуляторики, да, то есть, насколько вот это импортозамещение, ну, там, с использованием опенсорсного ПО можно считать, ну, как импортозамещение, да, то есть, понятное дело, с учетом всех, там, рисков, там, рисков, связанных с, там, доверием к этому опенсорсному ПО, ну, то есть, как бы, вот этого всего, там, зависимости, все понятно, то есть, но тут тоже у нас, там, есть этот, в этом плане открытый вопрос и вопрос, насколько, там, мы можем, не можем это использовать у себя, в том числе, стратегии. По, там, по готовности, или, там, я, наверное, поддержу коллег, то есть, примерно, тоже, там, 80%, скорее всего, будет, там, к первому января, вот, именно по, там, по софту, да, программному обеспечению, по аппаратному мне, честно говоря, даже сложно сказать, вот, посчитать очень тяжело, вот, с учетом того, что у нас есть ряд специализированных решений, и аналогов, которым, к сожалению, нет и пока тоже не предвидится, вот, ну. Спасибо. Спасибо, понятно, ну, вот, Владимир Николаевич, вот, примерно такая палитра, есть вопросы, в том числе, к вам, как вы видите реальность перехода, вот, на отечественное ПО, в том числе, в сфере информационной безопасности к этому сроку, и вот, ну, ответ, может быть, на вопросы. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, кто до этого докладывал, потому что мы видим серьезный, комплексный и очень здравый подход. И те дорожные карты, которые к нам присылают, и то количество вопросов, просьб, встреч, которые, там, нам просят крупные корпорации, и активно обсуждают вопрос импортозамещение, то есть мы, импорт независимости, мы видим весь вот этот серьезность, которому подходит организация, и за это, в целом, большое спасибо. То есть, никто не отмалчивается и не пытается отсидеться. По поводу, по поводу 80%, ну, с точки зрения средств защиты информации, я, вроде, не услышал кардинальных проблем, поэтому я пока буду считать, что 100% в 1 января 25-го года все будет хорошо. Ну, или же нам нужно более явно это подсвечивать, потому что, когда мы отправляем официальные запросы, собираем статистику, пишем доклады в правительство и выше, то там по докладам все хорошо. 1 января 25-го года все говорят, что все будет хорошо. Ну, с точки зрения именно отрасли средств защиты информации. Я хотел бы отметить, крупные игроки и вот сегодня практически в каждом докладе отметили, что нету российских продуктов коробочных, и они вынуждены, скорее всего, делать для себя свой, собственный, внутри поднимать большую разработку, ну, и создавать под себя решение. Здесь хотелось бы не то, чтобы предостеречь, а скорее пожелать и надеяться на то, что, конечно же, если мы смотрим на отрасль в целом, то это плохая тенденция, потому что тогда ваше решение так или иначе сосед, 10 соседей и в соседних отраслях будут делать то же самое. И вот мы видели, что все говорят про одни и те же проблемы и при этом рассказывают о том, что делают собственную разработку. И здесь, конечно, призыв и просьба либо поднимать своего производителя, либо это делать в кооперации с тем или иным лишь производителем, чтобы все-таки у нас появлялся продукт, который можно отчуждать. Если не всю, то там большую часть. Может быть, это даже с точки зрения затрат чуть больше, но в целом отрасль от этого выиграет. Ну и отвечая на вопрос по open source, конечно же, использование open source гораздо лучше, чем проприетарного решения из недружественной страны, которая не только отключила все, соответственно, и не продает в нашей стране, так еще и иногда пользуется недекларированными возможностями, чтобы удаленно зайти, хотя не было удаленного доступа, и удалить лицензию, например. То есть с этой точки зрения open source, конечно же, хорошо. Это в целом большая тенденция всего мирового сообщества. И открещиваться от этого, закрывать глаза и говорить, мы не знаем ничего про open source, нельзя. Поэтому мы прекрасно понимаем, что open source будет, и что его придется использовать, если даже, может быть, и, наоборот, необходимо и нужно. И, конечно же, мы понимаем, что и open source, и отечественные решения, это не означает, что это решение доверенное, что там не будет недекларированных возможностей, может быть, случайно введенных, а не специальных закладок и так далее. Поэтому у нас есть процедура в стране, есть лаборатория, есть сертификация, есть, соответственно, все, что касается испытаний, когда мы повышаем доверие к тому, к чему мы используем. Будет ли появляться нормативка? Да, скорее всего, для open source нужно более в явном виде описывать, как можно, что можно, а что не стоит. И, наверное, я там надеюсь, пока не скажу точные сроки, но в этом направлении мы очень активно работаем. Так что, конечно же, без open source нам никуда не деться. Спасибо большое. И хотел бы Эльману Рафиковичу тоже по этой теме задать вопрос. Вы вот выслушали всех участников, услышали, с какими сложностями сталкиваются. Вот как вы реагируете на эти сложности, может быть, как разработчик? И вот такой даже, может быть, более конкретный вопрос. Нет ли у вас такого продукта для потребителей, когда вы фактически переводите на отечественное решение под ключ к соответствующему сроку, допустим, 1 января 2025 года? Спасибо за вопрос. Я на него отвечу во второй половинке своего ответа. Значит, я как человек, который много с кем общается с точки зрения проектов импортозамещения в том числе, хотел бы такой очень хороший best practice подсветить. Наверное, во многих компаниях есть целые отделы импортозамещения, которым даже не первый год. И они занимаются инвентаризацией бизнес-систем, инвентаризацией приложений, в том числе архитектурных элементов приложений и строят свои приоритеты. Очень хорошая инициатива АЦБ по части того, чтобы импортозамещения и вообще процесс встроить в оперриски, в операционные риски устойчивости, надежности банка и также их оценивать и ввести в обязаловку. В целом это хороший системный подход, который для компании дает возможность вообще правильно подойти к приоритетам. Что есть mission critical, что есть business critical. И нам, как ибэшникам, здесь важно не раствориться в этих огромных простынях информационных систем, на которые ее бизнес и оперриски, например, обращают внимание. А каждый раз и везде на встречах с этими отделами импортозамещения подсвечивать важность ИБ. Потому что я вижу, что именно в инфобизе есть некий такой хаотичный процесс импортозамещения. То есть меняют, например, в первую очередь то, что выключилось, то, что осталось без техподдержки, без обновления экспертизы. То, что работает и еще пока не превратилось в кирпич, используют, даже не думают переводить на российские решения, ну и ждут все еще там второго, третьего того жареного петуха, который до этой системы доберется. Вот когда спрашиваешь, а почему это происходит, говорят, ну там приоритеты, вот нам бы сейчас сетевую инфраструктуру перестроить, вот нам надо бизнес-приложение поменять. В такой ситуации инфобиз может оказаться в достаточно унылом состоянии, если системно не общаться с бизнесом и не подсвечивать вопросы инфобиза. С точки зрения того, какие есть уже, да, там и проекты, и, ну как вы назвали продукты, это скорее некая комплексная услуга. Мы работаем часто в связке с нашими интеграторами и предоставляем решения, которые ей готовы заместить крупных западных игроков. При этом мы даже продумываем иногда вместе с интеграторами некие планы миграции. И наша экспертиза плюс экспертиза интегратора, а особенно если интегратор тот, который внедрял западные решения все еще при делах и понимает, собственно, как все работает, это и есть некий залог успеха. Потому что только в этом случае можно говорить о неком быстром процессе, когда мы можем поставить одно решение, может быть, даже в параллель или на инфраструктуру решения предыдущего, который еще сохраняет работоспособность, перенести контент где-то автоматизировано, где-то полуавтоматизировано, довести состояние экспертизы в обоих продуктах до равноценного и выключить систему, которая, собственно, по плану должна быть потушена. Вот такого, наверное, комплексного подхода можно ожидать только вот от совокупности игроков на нашем рынке, то есть интегратор, вендор и экспертиза двух компаний. Я добавлю, наверное, некую свою оценку по поводу 80% пресловутой. 80%, 80%. Мне кажется, это иллюзия. Мне кажется, в инфобезе действительно может быть все довольно неплохо и можно рассчитывать на то, что системы классов, ну таких экспертно насыщенных, они в конечном счете за пару лет будут замещены. Но с точки зрения общего, наверное, общей ситуации по компаниям, по бизнесу, по информационным системам, вот сейчас даже озвучивалось очень много таких фундаментальных проблем, которые за год, за два не порешать. И если говорить в целом по всем отраслям, по всем центрам компетенции, по всем индустриевым направлениям, ну 80% выглядит очень и очень оптимистично. Да. Спасибо. Организаторы форума специально попросили остановиться более детально на замещении средств средств информационной безопасности в АСУТП. Ну понятно, что они наверняка не у всех, поэтому здесь я не по порядку всем предоставляю слово, а просто кто хотел бы добавить об особенностях в АСУТП, да, и может быть какие-то идеи. Пожалуйста. Да, я подхвачу, но может коллеги дополнят. В АСУТП у нас две проблемы. Первая проблема отсутствия безопасности, да, и по большому счету, ну не знаю, я это не буду, собственно, там спрашивать зал, но по большому счету то, что мы видим, те проекты АСУТП, которые сейчас стартуя обсуждаются, это по сути Greenfield, да, зеленое поле, то есть по большому счету только-только начинают дотягиваться инфобес до реальных объектов, промышленных объектов, в которых есть те самые сегменты, которые нужно защищать. Все, что там было сделано, это было сделано либо по периметру, либо с использованием фич, которые есть в самих продуктах, и то толком туда никто никогда не лез. Поэтому здесь и как бы налицо и проблемы, и ее отсутствие, то есть замещать особо нечего. Но мы сталкиваемся с другой задачей. Сейчас в параллель в самих технологических сегментах тоже есть вопрос импортозамещения. И тоже компании говорят, нам в принципе нужна безопасность, но мы не знаем целевого состояния, мы еще находимся в процессе выбора. Мы сейчас только запроектируем, начнем какие-то тесты, начнем пилоты, начнем внедрение. И условно говоря, подойдем к вопросу обеспечения ИБ, ну дай бог, опять же через пару лет. И вопрос, как совместить одно с другим, да, и как обеспечить безопасность целевой системы, которая в итоге там окажется, это вопрос, который вот нам в нашей индустрии пока, ну, в лоб решить не может. Мы в этом плане готовы идти в ногу с российскими производителями решений. Мы смотрим, какие протоколы они используют, какой трафик считается легитимным, нелегитимным в отношении систем. И стараемся где-то как-то в параллель, по большому счету, к движению, к целевому состоянию, еще и налито обеспечивать ИБ. Но это очень сложно, вариативность очень высокая и турбулентность, соответственно, да, там конечных состояний, она тоже высокая. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, да, кто еще хотел. Можно коллеги, да. На самом деле, мы у себя на предприятии тоже столкнулись, ну, правда, это было там лет пять назад, наверное, там, про замещение решения СУТП. У нас дискретное производство и очень много там единиц оборудования различного, от инженерного до технологического. Искали решения, иностранные мы сразу отсекли, понимая, что, как бы, условно, через там несколько лет регулятор все равно заставит переходить. И подходил как раз-то в то время уже 187-й федеральный закон, понимая, что как бы это. И в итоге мы пришли к тому, что мы сделали свой продукт и зарегистрировали в Минцифре его в реестре. Вот. И сейчас этот продукт уже, как бы, ну, вывели на рынок, продаем, как от промышленного предприятия, да. И в том числе ведем очень хорошо диалоги с основными вендорами, которые именно по безопасности. То есть и с позитивами, и с лабораторией Касперского, и с инфовочем. То есть фактически все вот эти вещи как раз мы интегрируем более плотно. Поэтому фактически, наверное, вот, как это, да, там, рождение продукта, да, и вот то, что мы сейчас как раз все коллеги об этом говорят, он, продукт родился внутри. Поэтому здесь вот к тому, что вендора, наверное, мы тоже скоро будем с вами конкурировать еще раз. Да, ну вот это тоже решение в этой ситуации. Пожалуйста, может быть. Позвольте пару слов добавить. Вот для нас, для металлургии, на мой взгляд, там два аспекта существуют с точки зрения проблематики СУТП. Первое, это, ну, само оборудование СУТП, потому что, как правило, значит, то, что поставляется, а поставлялось это западными компаниями оборудования металлургической, это, по сути, немецкие компании СМС, плюс Даниэль, это итальянцы. То есть, как правило, это черный ящик, да, то есть, со своей моделью, со своей логикой, со своим железом. Плюс понятно, что с точки зрения управления, в основном мы были ориентированы на компанию Сименс, контроллеры и, соответственно, программное обеспечение, в НСС и так далее. То есть, сейчас в этом смысле переходит переосмысление с точки зрения оборудования, там у нас объединенная сервисная компания отвечает за СУТП, который там ведет свою планомерную работу, полигоны у них и плюс есть уже в России решение. И плюс, кстати, есть замещающий софт российский, это Каскад он называется, который, по сути, замещает сейчас постепенно Сименс. Вот. С точки зрения защиты инфобеза с УТП, то для нас это критическая информационная инфраструктура. Мы ведем проект, у нас 43 объекта КИИ, которые обозначены, по ним свои проектные решения. Ну, то есть, здесь как бы все идет планомерно, по плану. В общем-то, идем и реализовываем эти решения по инфобезу. Да, спасибо большое, Владимир Николаевич. Ну вот, если еще кто-то есть, что-то добавить. Вот особенности СУТП, но я думаю, что эта проблема, конечно, достаточно сложная, более длительная, особенно при переходе вообще в целом к отечественному СУТП, отказ от иностранных решений и потребуется и больше времени. И, ну, наверное, будут и отечественные разработки в большей степени представлены. И это, наверное, предмет более детального обсуждения. Завершающая тема, которую мы в нашей сессии сегодня хотели бы обсудить, это вопросы, связанные с поддержкой, с государственной поддержкой этого перехода. Насколько сейчас принятых мер поддержки достаточно? Они, кстати, продолжают приниматься и дальше. Вот последняя мера, о которой недавно было сообщено, это льготное аккредитование процесса импортозамещения. Такие кредиты тоже будут доступны. И, может быть, что еще необходимо сделать? Ну, сначала, Владимир Николаевич, вам, наверное, слово. Как вы сами оцениваете достаточность мер поддержки? Может быть, что-то думаете по этому поводу на будущее? Ну, как я уже вначале говорил, что у Минцифры большой пакет мер поддержки, причем его можно назвать как икнутый пряник. И большое количество и проектов, которые мы субсидируем, поддерживаем, развиваем, лькоты и все, все, о чем, собственно, говорилось. Это, конечно, вопрос систематизации и подключения отраслевых фаивов, которые гораздо лучше понимают и разбираются непосредственно в своих отраслях, чтобы эта задача была, ну, то есть, национальная задача, да, то есть, не значит, что занимаются там только Минцифры. Куда мы смотрим дальше, о чем еще сегодня не говорилось? Это поддержка малых организаций, таких, как там стартапы и все, что касается вот инвестиционной поддержки. Это, наверное, такое некое новое направление, которое мы тоже будем активно дальше развивать, чтобы в целом появлялись молодые, быстрые игроки, которые бы создавали, ну, абсолютно новые решения, новинки, скажем так, в наших отраслях. Ну и, соответственно, дальше этот стандартный инвестиционный цикл для малых игроков, чтобы развивать конкуренцию на рынке. Это в целом то, что касается и IT, и EB. В EB с этим, конечно же, гораздо сложнее, мы все понимаем, у нас есть там основные требования, сертификация, большая часть, соответственно, всех заказчиков покупают решения только если они есть, например, в реестре отечественного ПО, а в реестр отечественного ПО попадает продукт, если он класс ССЗИ, то у него должен быть сертификат. В этом плане мы, конечно, будем думать, что здесь делать, как поддержать новых игроков и стоит ли в средствах защиты информации пытаться бежать за скоростью и за развитием такой вот прям быстрой конкуренции и молодых игроков. Но сейчас я бы, наверное, в первую очередь хотел послушать предложение, потому что для нас, конечно, гораздо важнее услышать мнение, услышать идеи новые, чтобы понять, где мы неправы, может быть, где мы недорабатываем или в какую сторону нам снова посмотреть. Да, ну вот с этим мы обратимся к участникам сначала нашего пленарной сессии. Пожалуйста, коллеги, тоже в произвольном порядке, ваши предложения, пожелания, все готовы коллеги выслушать. Пожалуйста. Я, наверное, начну. Я вот сижу и думаю, есть ли у меня пожелания или как бы вот какие-то предложения. И, честно говоря, сразу сходу не нахожу. Мы используем все возможные инструменты, которые коллеги предоставляют. Хотел немножко отрефлексировать вот то, что Владимир упомянул, что регулятор насторожно смотрит на когда, когда большие корпорации сами начинают разработку собственных продуктов. И здесь вот как-то не странно, понятно, что мы начинаем, но вот у нас в Русатоме разрешают заниматься разработкой, только если будет рассматривать это как продукт. То есть не как информационную систему, а как продукт отчуждаемый. И там маленький пример такой. Наши заказчики на уровне госкорпорации, кто отвечает за управление персоналом, они приняли решение о замене САПа, САПа СИЕМа, долго смотрели на рынке программное обеспечение, которое могло бы быть заменено и соответствовало всем требованиям. В конечном итоге приняли решение, что мы сами, у нас достаточно обширная команда саперов, и мы начали писать так называемый клон САПа с точки зрения управления персоналом. Вот именно создали отдельный центр компетенции, под него получили кредитные средства именно с точки зрения продуктивизации. Там процентная ставка 2 процента, 2-2 с копейками, да, через банки реализуется. Но я бы здесь, наверное, поддержку посмотрел бы в следующую сторону. Я бы посмотрел бы чуть шире и не только на российский рынок, но на международный. Несколько лет назад мы столкнулись с такой интересной ситуацией. Немножко такое в сторону отойду. Росатом сейчас реализует больше там 20 проектов по строительству атомных станций за рубежом. И востребованность достаточно за последние десятилетия возросла. И мы строим больше, чем там французы, американцы и корейцы сейчас появились на рынке все вместе взятые. Где-то лет пять, даже года три назад, четыре мы приехали в Венгрию. Там продолжается ПАКС-2 стройка. И обсуждаем именно с точки зрения с венграми, с ключевыми заказчиками, те информационные системы, вообще всю информационную обвязку новой строящейся станции. Научившись на опыты Финляндии и других, мы приходим и задаем им вопрос, какие информационные системы, информационная безопасность. Они сидели, сидели, но смотрели, говорят, мы не специалисты в атомной энергетике. Это вы строите последние там 20-30. Вы сделаете, вы придите, предложите. И в тот момент, это года три-четыре назад, мы поняли, что вообще перед нами открывается вообще отдельный рынок и программного обеспечения информационных систем, которые смотрят на нас наши же заказчики. И вот то, что я упомянул в начале, в начале про систему управления персоналом, который сейчас разворачиваем в госкорпорации, самое с первого января, мы начали развернули на нашей стройке в Египте. Учитывая египетское законодательство, учитывая российское законодательство, потому что там персонал стройки, он и местный, и наш российский, с планом вообще ставить ее как отдельный продукт уже на действующей атомной станции. Мы видим, что запрос идет именно от ряда стран, они тоже рассматривают внедрение российского программного обеспечения информационных систем, как элемент их системы информационной безопасности, так чтобы тоже не складывать все в единую корзину. И вот здесь, я пока не могу сформулировать точно, но возможно в какой-то момент мы обратимся именно поддержке продвижения наших продуктов. Да, наших продуктов. Здесь, здесь, здесь мы видим, подходить здесь самое сложное не с отдельными продуктами к отдельному проходить. Здесь нужно формировать платформенные решения и с ними выходить уже с предложениями. А платформенные решения здесь, конечно, регулятора, основная роль будет заключаться в том, чтобы формировать из нескольких игроков вот это вот платформенное решение. Это пока как идея, которая, которая возможно там в ближайшее время потребует участия регуляторов и игроков. Ну, а пока мы продолжаем, как это, как время пилить нашу гирю и внедрять ряд информационных систем и в Египте, и в Венгрии, в Англадеш, и еще в ряде, в ряде стран. Там точно нам потребуется поддержка именно регуляторов. Да, вот, то есть это отдельное направление, да, это поддержка экспорта уже даже больше, да, то есть поскольку система разрабатывается, продукты разрабатываются в том числе на рынок, и, конечно, наш рынок, он недостаточно, естественно, большой. Если мы будем захватывать большие рынки, то поддержка при выходе на новые рынки, она была бы целесообразна. Пожалуйста. Хотелось бы, на самом деле, к регулятору, ну, два предложения. Это немного порог входа в действующую идею, да, потому что там достаточно жесткие требования есть. И даже вот мы, как госпредприятие, там, допустим, нам некоторые вещи тяжело сделать, не говоря уже про частников, там, про коммерцию. То есть есть некие сложные вопросы, связанные там с подачей тех же документов, там, ну, как бы внутренная, да, история. Вот. И вторая тема, мы вот как представители, которые вошли в ВЦК, в строительство, да, со своими продуктами, не финансовые меры поддержки. То есть нам, допустим, не надо, как бы, чтобы в нас инвестировали, у нас есть свой продукт, да, как коллеги там, допустим, но не хватает ни финансовых мер. То есть именно вот, чтобы отрасли знали о том, что такой продукт существует, и они обращали, допустим, там, они, понятно, ищут там решение где-то там о СУТП или мониторинга или еще что-то. Они говорят, вот, смотрите, то есть некие не финансовые меры. Мы даже обращались от директора госкорпорации в Чернышенко, да, и как раз там перечисляли эти меры, которые не финансовые. Поэтому, вот, наверное, вот с этой точки зрения. Так, пожалуйста. Ну, я там со своей стороны добавлю и как банк, и как человек не первый год на рынке, да, и тот человек, который еще пытался получить, там, мы получали грант, но тогда еще не от Минцифры, а от Минторомторга. Это такой очень тяжелый, болезненный, очень трудозатратный процесс, даже не с точки зрения, там, разработки, а просто даже получить деньги и, ну, то есть, использовать их на благо. То есть, вместо того, чтобы потратить все эти деньги на человека, который будет писать документацию, для того, чтобы, ну, как бы, закрыть формальную часть этого гранта, к сожалению. Есть такая проблема, это как раз про высокий порог входа, да, то есть, это если мы говорим про стартапы и про быструю компанию, которая, в принципе, даже в голове не возникает, что надо, там, помимо разработки, потратить еще, там, две трети ресурса, для того, чтобы теперь описать всю эту разработку и собрать все необходимые справки, документы, и, там, чем болела бабушка. Ну, извините, есть такая проблема. Вот, это, там, первая часть. А вторая часть, в погоне за новыми мерами поддержки, просьба, как бы, не потерять старые. Вот, есть, есть тоже такая проблема, и те льготы, которые предоставлялись в том числе IT-компаниям, да, то есть, как бы, они сейчас начинают убираться потихонечку, постепенно, вот, и в результате при, там, получении новых мер можно потерять старые, и в итоге, ну, как бы, в лучшем случае получить тошно-тош, а в худшем случае, ну, не получить ничего. Да, спасибо большое. Ну, вот, наверное, да, если что-то. Можно, можно, Владимир, все попросили, я тоже хочу попросить, да, а то, как-то это, там, на вендорам тоже не хватает поддержки. Значит, я из пары кусков свой ответ составлю. Значит, первое, это реестры, реестр российского ПО. Сейчас это превратилось в, ну, как же, скажем так, некий вид очередной сертификации продукта. Прежде чем, получается, что-то продать, надо внести в реестр. Процедура внесения в реестр стала витиеватой, с кучей вопросов, с возвратом документов, с уточнением. Мы этим регулярно занимаемся, процесс внесения занимает, ну, уже порядка трех-четырех месяцев. Это еще не все. Мы сделали новую фичу, новый модуль, новый компонент. По нашему текущему, значит, положению мы обязаны внести в реестр изменения. И это тоже цикл определенный. То есть у нас сейчас работа с реестром российского ПО, это, ну, в лайт-режиме работа сертификации FSTEC, скажем так. Здесь нет регуляторов FSTEC, но это реестр сертифицированных средств защиты. Ну, проблема извечна. Выпустили новый релиз, новую версию, в ней появилась новая, собственно, функция по безопасности, вперед из песни, цикл год сертификации. В условиях, когда надо быстро кого-то на что-то поменять, и в условиях, когда клиент ждет аналога западного решения, функционального, а оно, оно вот уже в релизе выпущено, бери и пользуйся, он говорит, нет, нам нужен сертификат. Это просто вилла, то есть вот это вот просто невозможно с этим жить. Сейчас еще появляется реестр гостеха. Процедура чуть легче, но это будет еще один виток появления нового реестра для разработчиков ПО, чтобы попасть на, собственно, в каталог продуктов, которые могут потреблять госорганизации. Это, ну, реально мы с этим сталкиваемся, и, ну, что-то надо делать с реестрами. Вторая часть вопроса, это про классы решений. Мы с вами живем в каком-то мире динозавров. Оранжевая книга, кто здесь, как говорится, из прошлого века, прекрасно помнят те домены безопасности, которые были сформулированы, и много лет уже, да, на протяжении скоро, как 30-40 лет, кочуют из документов в документы. Где нормативка на использование песочницы, например? Где нормативка на использование каких-нибудь средств анализа трафика помимо словов? Где нормативка и требования использования безопасности контейнеризации? Где те требования по безопасности разработки? И так далее и тому подобное. То есть мы ушли далеко вперед с точки зрения технологий, мы ушли далеко вперед с точки зрения вообще вопросов обеспечения ИБ в современных инфраструктурах, в современных реалиях, от современных угроз, а вынуждены, по большому счету, пользоваться нормативными требованиями, в которых просто, ну, иногда притягиваем одни требования, как говорится, к вруленным классам, чтобы просто обосновать, что такой класс решений, он, в принципе, мы не лунатики, которые свалились и что-то хотят, собственно, и, собственно, там внедрить и что-то обеспечить. То есть надо прям освежить подход, добавить очень много тех систем и классов в нормативку, которые, в принципе, рынок уже пользуется, много лет получает профит и понимает их пользу. Вот у меня есть двух. Да, спасибо. Владимир Николаевич, может, прокомментируйте услышанное. Да, спасибо большое. Я бы разделил, все запомнил, все будем обсуждать внутри. Разделил бы ответы на достаточно... Многие заметили некие, там, организационные сложности, проблемы, трудности, ну, или просто некий тяжелый процесс, который требуется либо упростить, либо как-то внедрять заново, ну, и так далее. Это прям отдельный пласт, много кто это замечал. Детям точно будем заниматься, мы там с коллегам все передадим. Относительно экспортного потенциала, это очень правильная история и очень правильная задача. И в целом, когда мы друг у друга спрашиваем, российские продукты, вот они хорошие или нет у нас, мы потеряли в информационной безопасности, в решении конкретных каких-то там задач, в защите от там новых угроз или приобрели, наш экспортный потенциал будет доказательством того, что, значит, точно мы справились, да, то есть, когда будет экспорт, значит, у нас точно хорошие стали продукты. Поэтому это как вот цель, вот, очень правильно. И этим точно надо заниматься, и мы будем системно к этому подходить. Ну, не буду комментировать все ответы. Большое спасибо. Значит, ну, Ильман, прокомментирую только твой последний. Мы на сегодняшний момент, наверное, не хотели бы становиться там вторым регулятором, который отвечает за основную методологию сертификации разделения классов продуктов. У нас это есть в стек, и коллеги очень тоже внимательно прислушиваются. И мы, конечно, напишем, направим, но я уверен, что они про это знают. Более того, некоторые из этих классов, кажется, я видел требования на эти решения. Возможно, они были ДСП или еще что-то. Но требования уже есть, так что их надо выполнять. Ну, и здесь, конечно, надо просто выстраивать диалог со всеми регуляторами. Тем более, они все идут навстречу. Спасибо большое. Подводя итоги, я хотел бы всех поблагодарить, всех спикеров, за очень открытые, откровенные ответы. И действительно поделились многими ноу-хау и рекомендациями в адрес регулятора. В целом же, подводя итоги, можно сказать, что ситуация с переходом на обеспечение технологической независимости в сфере информационной безопасности выглядит лучше, чем в среднем. Во-первых, есть достаточно хорошее качественное ПО функциональное, которое может замещать зарубежное. Во-вторых, компании видят, как это сделать. Процессы перехода настроены, и они уже реализуются. И как минимум 80% – это вот тот процент, который будет обеспечен к 1 января. Меры поддержки в основном оцениваются рынком позитивно. И более того, даже говорят о том, чтобы лишь бы не уменьшили их в дальнейшем. Ну и самое, может быть, тоже позитивное – регулятор готов слышать и оперативно корректировать свои действия для того, чтобы обеспечить успешный переход к этой дате. Пожелаем всем это успешно сделать к 1 января 2025. Спасибо. 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 Спасибо.